Всем привет, с вами Бивер и Настольные Игры, и мы продолжаем рассматривать игры с механикой Roll&Ride И сегодня у нас на обзоре будущая новинка от издательства Days of Wonder, игра под названием Carines В которой игроки выступают в роли торговцев, которые будут привозить различные товары на рынок, продавать их, пользоваться помощью своего помощника и также строить некие дома И все это будет происходить с помощью кубиков Для игры нам нужен будет файл, который будет прикреплен под видео, также 12 кубиков Вообще нужно 3 желтых и 9 белых, но у меня к сожалению нету в таком количестве данных цветов, но это не имеет абсолютно никакого значения Я беру 3 бежевых и 9 синих кубов Синие основные кубы, они кидаются постоянно, а бежевые в зависимости от некоторых условий Итак, игра у нас рассчитана от 2 до 4 игроков и длится она в зависимости от количества игроков, также различное количество раундов Если игра идет на 4 игроков, она длится 12 раундов, на 2-3 игрока она длится соответственно 15 раундов Итак, как же происходит сама игра? Очень все просто Игрок, который сейчас является активным игроком, зачеркивает первый кубик, свободный, в зависимости от количества игроков И кидает все 9 кубов После того, как он кинул результат, наивысший результат весь отбирается Все кубы с наивысшим результатом ставятся на отметку монеты на данном треке После этого наименьший результат, наименьший, ставится вот сюда И в зависимости от того, какие у нас есть результаты, мы выставляем, заполняя остальные ряды Ну, к примеру, у нас есть пятерка, которая идет вот сюда Четверка, которая идет вот сюда И тройка, которая идет вот сюда Если же были все номиналы, которые присутствовали в игре, то, соответственно, заполнялась бы и данная ячейка Когда заполнение идет, наименьший номинал идет в ячейку с козами Наивысший идет с монетами А потом заполнение идет снизу вверх В свой ход игрок должен сделать выбор одной из ячеек И полностью забрать все кубы, которые есть там Соответственно, если игрок забирает монеты или коз Ну, к примеру, игрок забирает 4 монеты То после этого он отмечает столько монет, сколько он взял К примеру, в данном случае это 4 4 монеты обводятся кружками Это значит, что игрок получил данные 4 монеты И позже он сможет ими воспользоваться Если, к примеру, игрок взял козу То он бы отметил всего одну козу на данном треке Кроме того, есть возможность еще и воспользоваться торговцами Которые существуют у нас здесь в игре Ну, к примеру, если бы игрок взял вот эти 2 куба Он бы получил возможность отвести 2 графина с маслом На рынок Причем зачеркивать можно абсолютно в любой из колонок Главное, что когда игрок полностью закроет все ячейки в данной колонке Он получит тот бонус, который указывается сверху Ну, к примеру, если здесь в данном случае 2 закрыт здесь То 1 очко уже игрок получает в конце игры Первый игрок, кто сможет закрыть полностью все ячейки здесь Получит еще дополнительный бонус, который указывается вот здесь Вот, то есть еще дополнительные 5 очков за зеленый трек Так же происходит и с фиолетовым треком И с синим, и, соответственно, с желтым Ну, просто они имеют более ценные по количеству очков Кроме того, у игрока есть еще возможность выбрать любой из кубиков И взять, соответственно, его Однако, забирая кубики, игрок не получает бонус по количеству кубов А смотрит только на номинал и использует своего помощника на рынке Это вообще отдельная история И здесь он передвигается по ячейкам, получая некие бонусы и предлагая их игроку Ну, к примеру, если игрок взял бы 3 единицы, 4 единицы Он бы мог передвинуться своим помощником Помощник находится в центре В любую из сторон, то есть вертикально, в стороны или же вниз И передвигаясь, соответственно, в одну из сторон Он сразу же закрывает ту ячейку, на которой он останавливается Ну, если это один, соответственно, он перемещается только на соседнюю ячейку И, к примеру, обведя желтый круг Он дает возможность получить игроку еще один желтый круг на свой бросок Желтый кубик на свой бросок Что же этот кубик дает? Ну, к примеру, если игрок является активным Он берет все кубы плюс столько, сколько у него объединено желтых кубов И кидает их После этого размещает все на ячейках И теперь он может сделать выбор Если же игрок выбирает какой-то ряд, к примеру, данный То просто в последствии этот желтый куб уходит из игры и все Если же игрок забирает с ним, он получает дополнительный бонус Дополнительную опцию использования данного куба в своих действиях То есть это как бы дополнительные возможности для получения неких результатов при броске кубика Кроме того, когда наш помощник перемещается по рынку Он может заходить в ячейки, в которых у нас находятся и различные товары Ну, к примеру, он идет сюда и получает двух коз После этого, к примеру, он проходит вот сюда и получает еще одну ткань А дополнительно после этого останавливается еще здесь и проходит вот сюда Данные ячейки, которые находятся в углах, они приносят очки за данный трек Причем они приносят очки за локации, за места, в которых были остановки сделаны нашим помощником Чем больше остановок, тем больше очков приносит данная ячейка К примеру, в данном случае у нас 1, 2, 3, 4, 4, 5 остановок 5 остановок это 5 очков плюс 1 за ячейку с плюс одним То есть 6 очков мы получаем Если бы в последствии, к примеру, наш помощник бы еще становился здесь А после этого еще и здесь, соответственно, было бы 6, 7, 8 8 очков И мы записали бы 8 сюда, 6 сюда Вот таким вот образом Вот, так работает наш помощник Также в игре есть еще и 4 здания, которые дают бонусы и очки в конце игры Чтобы их построить, необходимо заплатить ресурсы, которые есть в игре То есть козы и монеты Данное строительство позволяется игроку после основного действия То есть, к примеру, игрок может построить первое здание, которое стоит 3 монеты и 3 козы Для этого он зачеркивает просто те ресурсы, которые он тратит И после этого ставит галочку И, соответственно, данное здание уже построено Первое здание дает возможность получить 3 очка за каждое построенное здание, которое будет в игре Ну, соответственно, само за себя тоже То есть оно может принести 12 очков Второе же дает возможность получить плюс 1 товар Когда игрок получает товар вот отсюда То есть продавая его в порту Продавая его в порту То есть, к примеру, если бы игрок сейчас взял У него было бы построено вот это здание Он взял бы 2 четверки Которые приносят ему 2 ткани Он бы мог закрыть сразу 3 ткани То есть 1, 2, 3 И сразу же получить еще 5 очков Данное же здание дает возможность менять результаты Точнее, менять результаты кубов Для передвижения нашего помощника на рынке К примеру, данные 2 четверки можно было бы использовать при постройке данного здания Как 2 двойки, 2 тройки, 2 четверки, 2 пятерки или 2 шестерки И последнее здание дает возможность, скажем так, обменяться То есть за 2 козла, за 2 козы мы получаем 2 монеты То есть, грубо говоря, зачеркивая 2 козы мы получаем 2 монеты Но это дополнительное здание, которое может принести очки за данное здание После того, как полностью все раунды в игре будут сыграны То есть все игроки зачеркнут все кубики на данном треке Происходит финальный подсчет очков В ходе которого подсчитывается практически полностью все Итак, начиная с нашего порта Сколько мы товаров отгрузили, столько мы очков и получаем Однако, закрытие полностью всей ячейки приносит только очки Итак, верхний трек нам приносит 4 очка Данный синий трек приносит 8 плюс 8, 16 Так как мы первым закрыли этот трек, мы еще 3 получаем Это 19 очков Здесь же 5 А здесь всего 1 очко Кроме того, монеты, которые остались у игрока в конце игры Каждые 2 приносят 1 очко То есть 1, 2, 3 3 очка И так же происходит и с козами 2, 3 козы, однако всего 1 очко Наш помощник на рынке приносит также очки, которые он получил при остановке в угловых ячейках Итого, 8 плюс 6 это 14 очков И постройка зданий, которые у нас были построены все 3 Соответственно, это 12 очков Итого, сумма 59 очков И в принципе, это и есть финальный результат Тот, кто набирает наибольшее и оказывается победителем Очень клевая игра Класс, Days of Wonder Действительно сделали хорошую и простую, что самое главное Игру с помощью кубиков В ней есть и выбор действий В ней есть и перемещение Благодаря вот этому вот Помощнику И ресурсы И постройка зданий И отвозка То есть, ну, очень много И менеджмента Ну, в общем, много всего Здесь в игре есть И это очень клево И играется, что самое главное Она быстро Потому что все игроки вовлечены в каждый ход Нет такого, что один ходит И даунтайм просто убивает всех остальных Нет Выбор происходит довольно-таки быстро Все могут помогать выставлять эти кубики на трек То есть, ну, очень классно все происходит И действительно, игра и выглядит, в принципе, неплохо Да, конечно, качество принта, который есть у меня Хромает Потому что, ну, в принципе, и не было Хороших сканов этой игры Я брал все и исправил Но для того, чтобы попробовать И осознать, нужна ли вам эта игра Когда выпустит ее Death of Wonder или нет Можно, в принципе, уже сделать сейчас Ну, на этом все Если вам понравилось данное видео Ставим палец вверх Подписываемся на канал Ну, и, конечно же, оставляем комментарии под видео Любите настолки, играйте в них Ну, а с вами был Бивер Канал Бивер Геймс Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok